Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного Попросили озвучить то, что у меня напечатано Вел занятия в Потеряевке каждое воскресенье А эти занятия вызваны были чем-то Читай Надписи Эта тема вызвана тем, что я подарил каждой семье в деревне по 30 мешков С одним условием, чтобы все их подписали, хозяева, своими инициалами Чтобы при перевозке в город прекратилась путаница Кто не подписывает их, хотя все дали мне обещание Они руководствуются ничем Мы лагерные сделали вокруг всех прудов надписи на столбах Курить запрещается Территория деревни Вокруг прудов точно так же сделаны надписи Территория деревни стрелять запрещается Это надо было сделать, большие доски прибить, написать И охотники приезжают, и пока надписи были, никто не стрелял И везде повороты, где на дорогу, везде мы писали Курить запрещается Деревенские мало в этом принимают участия А мы лагерные, живем в городе, это однако делаем И вот когда я стал мешки подписывать А И, и отец Аким И, и брат еще у меня Иосиф И Я тогда Иг, это один Иг, Ла Игнатий Лапкин Иг, а Ла с большой буквы А потом уже стал думать и увидел Слово Игла, посмотрел один раз, встречается в Библии Слова мудрых, как Иглы И дальше, Ла, Лапка, Лапкин, короткий не Лапа, а Лапка Лапка тоже один раз, паук лапками сцепляется, в царских палатах бывает И я из этого сделал вывод, что и в этом у меня что-то заложено Что мне Бог дает делать Вот через интернет даже Дальше Что о надписях говорит Библия Нужно ли их делать В Библии встречается это слово десять раз по трем случаям Это Тимаковейская Наконец он решился публично предать позору народ иудейский И поставил на башню своего дворца столб Сделан на нем надпись Кто не приносит жертв, тому не входить в свои священные места Иудеи же всех внести в перепись простого народа И зачислить в рабское состояние А кто будет противиться, тех брать силу и лишать жизни Вот слово надпись Но чтобы не сделаться ненавистным для всех Он прибавил в надписи, что если кто из них пожелает жить по обрядам языческим Тем давать равные права с александрийскими гражданами От Матфея И говорит им Что это изображение и надпись И поставили над головой его надпись, означающую вину его Се есть Иисус, царь иудейский Иногда надпись не требуется Потому что само дело кричит сильнее любого рупора Второй параллельпоминон И разгневался Озия А в руке у него кадильница для окождения И когда разгневался он на священников Проказа явилась на Лечлееву Перед лицом священников в доме Господнем У алтаря кадильного Вот так сектанты, которые начинают Рукополагают, кого-то взяли за священническое дело Они прокаженные Это потомки Дафана, Верона и Корея Живьем в ад Поэтому на земле Когда уже люди оформили свою жизнь Самое страшное наказание в церкви Это посягательство на священную должность Когда ты не рукоположен Тут ничего не надо афишировать Когда факт, улика на лице У нас свадьба А одни и те же люди хватаются за бутылку Надо ли тебе на лоб табличку, что ты алкаш Оказывается и в вечности будет так же Как видят это святые мужи Что над каждым будет как быть надпись Кто он есть Убийца, блудник, вор И это деяние земной жизни будет явлено и всему миру В самом человеке что-то есть Что кричит, вопит о его звании, бытие И сказал ему Господь Бог Зато всякому, кто убьет Каина Отомстится всемиро И сделал Господь Бог Каину знамение Чтобы никто, встретившись с ним, не убил его Что такое, трясовица была, он трясся от страха все время Его видно было А что трясешься-то Вот человек, который преступник Он видит милиционера и он уже сжимается Не за ним ли Потому что он убил и прячется Тричь, есть рот О, как высокомерны глаза его И как подняты ресницы его Серахов Наклонность женщины к блуду Узнается по поднятию глаз и век ее О, как Просто посмотрела, видно, что это блудная тварь На букву Б Откровение И на челе ее написано имя Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным Тайна, секрет, секретари, генеральный секретарь Везде секрет был Для умеющих читать надпись А для не имеющих изображения Христос и спрашивает Луки Покажите мне динарий Еще на нем изображение и надпись Видишь как Они отвечали кесаревым Если бы не было надписи То никто бы и не узнал Что это за тип горбоносый Глаза вытаращил на монете У нас иконы на алтаре И на каждой надпись Евангелист Матфей Евангелист Лука И на других иконах так же Но если будут перерисовывать и надписи Переменят То люди будут называть Смотря только на надписи Потому что иконы должны быть похожи на тех С кого были сделаны рисунки И в действительности Срисовывали только всего С нескольких Кто жил совсем недавно Как царь Николай Иоанн Кронштадтский В Англии от Луки Покажите мне динарий Похоже на кого знали А остальные это выдуманы И изображают Никаких изображений не было Всех святых изображает Как? Воображение художника А соответствует ли действительности Может быть не на 1% Покажите мне динарий Еще на нем изображение и надпись Они отвечали кесаревым А какие были те или иные святые Как в житиях их нарисовали Да они все на одно лицо Все в произволении художников Их зовут Богомазами Нарисован Мефодий А срисован с Александра Невского Копия На каждой стройке стоит Щит на котором написано Кто инженер Кто прораб Люди проходя мимо Могут ознакомиться с этим Такое же в других странах В этом нет ничего плохого Когда мы у батюшки строили крышу То Андрей глухонемой Дернул неаккуратно бревнок кверху И сбил у карниза фигуру кирпича Я ему и сказал Поставим надпись здесь Такую Здесь работал Андрей Дробот Не ломал А работал Он засмущался и машет Не надо Такая реклама не нам Не нам А врагам бы нашим Конечно можно бы выломать Четыре кирпича рядом И этот выправить Но так все и осталось И в жизни у нас очень много такого Чему и память не лежит На многое как у пожарника У которого дома Дома висят Да Фотографии печных труб И надпись Пожару в которых я принимал участие То есть ничего кроме Труп не осталось Может быть на многих наших делах Предприятиях Одни печные трубы торчат Как многие сидят в тюрьмах Валяются пьяницы И на каждом нужно бы Водрузить надпись Прихожанин Воспитанник Причастник Духовная чада Войтовича Капранова Скачкова Да И сказал Господь Моисею Выптеши себе Две скрижали каменные Подобные прежним И взойди ко мне на гору И я напишу на сих скрижалях слова Какие были на прежних скрижалях Которые ты разбил И слова из закона Люди старались запомнить Чтобы в точности исполнять Иисус Навин Да не отходится я книга закона От уст твоих Но получайся в ней день и ночь Чтобы в точности исполнять Все что в ней написано То тогда ты будешь успешно В путях твоих И будешь поступать благоразумно Иисус Навин Посему Во всей точности Старайтесь сохранить И исполнять все написанное В книге закона Моисеева Не уклоняйтесь от всего Ни направо Ни налево И напиши их На косяках дома твоего И на воротах твоих Эти надписи читали все в доме Этому учили непрестанно Второзаконие Если спросит у тебя Сын твой В следующее время Говоря Что значит Сие уставы Постановления и законы Которые соповедал вам Господь Бог ваш Главное Чтобы сыновья Передали сыновьям закон Слово сын Встречается в Библии 4117 раз Из них только в 5 книжах 1085 раз Так Бог заботился О выверенном законе Святом и целительном Но у нас Все перешло только на иконы На образы Стоят люди И ничегошеньки не понимают Образы и изображения Как будто уже Угрожали захватить все А люди Привязывали к ним Человеку Неоднократно Было сказано Чтобы он хранил Себя по закону Божию А не по вымыслам Человеческим Второзакония Твердо держите В душах ваших Что вы не видели Никакого образа В тот день Когда говорил К вам Господь На горе Хариве И среды огня Десятисловие Практически вошло Во все конституции мира Если так сегодня Хранят иконы Лакируют То как Моисеем Принесенный закон Хранили евреи Случилось Что на одно место Сразу выступило 12 кандидатов Кому приносить жертву Предстоять за народ Перед Богом И тогда Когда ни один референдум Не помогал Бог сам назначил Людям способ Определения избранника Чтобы каждый Сделал надпись На своем жезле И положил их В скинию И он Сам укажет Кого он приблизил К себе Число 17 глава И кого я изберу Того жезл Расцветет И так я успокоен Роб от сынов Израилевых Которым они Робщат на вас Тут уже печати Не поделаешь Голоса подкупить Невозможно Лишние бюллетени Не наложишь в урну Как они чувствовали Себя ночью Спали ли в тревоге Или молились Каждый за свой жезл Может быть Некоторые И так и думали Ничего это не даст Подумаешь Положили в скинию Да сухой жезл Так сухим Вовеки останется Ясно Что скинию Охраняли преданные От каждой группировки И когда бы Хотели подделать То надпись Облегчало бы Если кто Подложил бы Заранее Или перед вскрытием Новый жезл Утром забыли Про свои сухие палки А все Возрелись на Моисея Как это вдруг У него Как это вдруг У его брата Аарона Такие спяты Ты считаешь Совершенно Неправильно Числа И сказал Моисей Сынам Израилю Ко всем сынам Израилевым И увидели они это И взяли каждый свой жезл И сказал Господь Моисею Положи опять жезл Ааронов Предковчегом Откровения На сохранение В знамение Для непокорных Чтобы прекратился Ропот их на меня И они не умирали Вот она надпись Аарон К этой чести Подбили они Сами своими Претензиями На большее Почтение самих себя Вот бы сейчас Все политические партии Положили Или пригнали машины Сберкнижки Чтобы подобное случилось Кто из них Достоин быть спикером палаты А остальных На поля Свиней пасти Давид Давид ревновал На других надписях Псалом 68 Да изгладятся они С книги живых И с праведниками Да не напишутся Сухая палка была Утром встали Светы растут на ней И плоды висят За одну ночь Грамота была На уровне тогда Только в Библии Слово написано Произносится 375 раз Помню Когда сдал последний экзамен В сельхозинститут И пришел искать себя В списках поступивших То сказали Что еще и наверху Есть список Как я ринулся туда Искать себя А как же будет Последний день Когда откроется Единственная книга жизни И О не дай Бог Если не быть туда записанным Ты лучше бы не родиться вовсе Слово 38 Зародыш мы видели Очи твои Твои книги Занаписаны Все дни Для меня назначены Когда ни одного из них Их еще не было Откровение И кто не был записан В книге жизни Тот был брошен В озеро огненное Вот так Надпись Богородица Оспаривалась в теме Кто называется Сегодня еретиками Но мне понятно Их боязнь Повредить слово Божие Их боязнь Их боязнь Повредить слово Божие Они назвали ее Христа Родицей Потому что она родила Христа Не могла нарядить Бога Потому что он сам ее создал Бог не рождается 2000 лет назад Он вечен По смыслу Я не могу согласиться С сегодняшним названием Но я так называю Потому что так принято На соборе А я православный Но надпись на иконе Христа Родицы Меня не шокирует Но приводит Так же к сознанию Велищия ее Как и надпись Богородица Люди стараются Оставить о себе память В надписях Которые высекают на камне Иов Резцом железным И соловом На вечное время На камне вырезаны были Но перед Богом Именно всех этих Мамзолейных пигмеев И бурдалаков И растрельщиков Сдует ветер истории Они пред Богом ничто Иеремия Но вот завет Который я Заключу с домом Израилевым А подожди Ты Господи Надежда Израилева Ты Господи Надежда Израилева Все оставляющие Тебя Постремятся Отступающие От меня Будут написаны На прахе Потому что Оставили Господа Источник воды Живой Господь Вкладывает Свой закон Внутрь верных Своих Иеремия Ну вот Завет Который я Заключу с домом Израилевым После тех дней Говорит Господь Вложу закон Мой Во внутренностях И на сердцах Их напишу Его И буду им Богом И они будут Моим народом Когда у нас Детский лагеристан Осенью сжигали Когда мы уезжали До того Как здесь Поселились люди В поселке Мы сделали Несколько надписей И везде Под целлофан Вывесили Пощадите труд детей Убойтесь Бога Люди Просчитай Так чтобы было Ну это же Грозные Такие слова Пощадите Труд детей Убойтесь Бога Люди Ну считаешь Как полумертвый Прямо гробишь Текст этот После того Как вывесили Эти надписи Уже ни разу Никто не разрушил Наш лагерь Точно так же С надписями О сохранности Уток Как вывесили На столбах Эти просьбы Все охотники Стали объезжать Нас Подпишите же Мешки Не будьте Так ленивы И упрямы Спорить ни с кем Из-за мелочи Такой не будете Тогда Светофор Со своими огнями Тоже играет Роли надписи Позволено Или запрещено Единственное Где нельзя Делать надписи Это Храм Божий То есть Тело человеческое Этим любят Заниматься Уголовники Преступники Левитам Ради умершего Не делайте Нарезов На теле вашем И не накалывайте На себе письмен Я Господь Бог ваш Люди очень любят Делать надписи Везде На столах На сиденьях В транспорте На деревьях Лево плюс Валя Равно любовь Бедные люди Как им хочется Чтобы их знали У нас уж Такой маленький разъезд Один человек В день там и бывает Батюшка видит Новая надпись Сергий из Новосибирска Сергей Из Новосибирска Какой Сергей Сергей Поехал Когда туда батюшка И спросил Сережу Матузова Ты это написал Вырезал ножом На столе Я А зачем Полное молчание Хоть пакостью В туалете Испать себя Но на стенке Распишется Чтобы знали Что тут был Ося Кобра В Мавзолее Вот это Кобра Его Кобра По названию Сталина Иосиф Сталин Кобра А я говорю Ося Кобра В Мавзолее Ты еще не дотумкаешься За что тут Заложено Был тут Был А его нету Теперь Его выбросили оттуда Вот это и есть Что все у него На прахе Когда человек Оставил себе память Надпись Или мемориальная доска Что он творил здесь Подражать Люде Достоевскому Он сумел Переделать Всю жизнь свою А тут Свиня Трется Грязной спиной Забор И чтобы Все звали Первома Ее художество Знали Так Слава Мира Всего Тленно И презренно То есть Грязная свиня Почесалась От забора И все Слава Партии Деяния Ибо проходя И осматривая Ваши святыни Я нашел И жертвенник На котором написано Неведомому Богу Всего-то Которого вы не знаете Чтите Я проповедую вам Полезно иногда Походить Как к экскурсанту По музеям И по площадям Паратозейничать Побывательски Вот и апостол Павел Натолкнулся На интересный Реликитовый Памятник Происхождение Которого потом Будет дано Толкователями Священного Писания Памятник Как выход Из положения Тех кто потерпел Поражение В войне И чтобы подобное В будущем Не случилось С ними Они воздвигли Этот памятник Если бы это Помогало То Гитлер И Антанта Поставили бы Не один такой памятник Чтобы одержать победу Но оказалось Что все в руки И Югову И ему одному Надобно Оставить прославляющие Его надписи От него Предсказания От него победы И поражения Писая Готовьте Заклание Сыновьям Его за беззаконие Отца Их Чтобы не восстали И не завладели Землею И не наполнили Вселенной Неприятелями Для незнающих Напоминаю Что в римском Пантеоне Было зарегистрировано В отделе юстиции Официально Более 500 разных Веросповеданий У них Боги Разбирались По мелочам Но конкретно В Ельзевул Божество Над мухами У нас Липучки Отравы разные А там Все сводилось К жертвоприношениям Определенному Князьку Запредельному И вопрос решался Мешает мухе Жертва Одному Мешает мыши Другому Богу Как у Лискова Описывается Жертвоприношение И скишок Собак Которых приносил Туземец Крещеный Когда впругу Заблудился И как-то могли Ублажить Своё божество Но апостол Павел Прояснил Что все идет Демонам Второзакония Приносили жертвы Бесам А не Богу Богам Которых они Не знали Новым Которые пришли От соседей И о которых Не помышляли Отцы ваши Первый коринфянам Нет Но что Язычники Принося жертвы Приносят бесам А не Богу Но я не хочу Чтобы вы были В общении с бесами Видите как Богу над стрелами Жертву давали Богу над копьями Уже выдали Барана Так кому же Еще не выписали Бочка вина Может быть Наши старики знали Нам не рассказали Про такого Злобного Мстительного Охранителя В нашего Так мы теперь И назовем его Неведомым И сделали Такую надпись На жертвеннике Возносили ему На всякий пожарный В случае Жертвы Никто этого И не оспаривал Непознаваемой силой Природы сотворили Как-то Человека Коммуниста И в школе Придумали Научный материализм И стали Теорию Дарвина Муссировать Искать Переходные Виды Австралопитеков И в жертву Вот читайте Вот читайте Дальше Как было Он Разоблачил Отвоидола Дальше Вилл Владимир Ильич Ленин Апостол Павел Расшифровал Надпись на Жертвеннике Вы же сами Говорите Что этот Бог Вам не ведом Так вот Я и пришел Разъяснить Что знания Вам нужны Я вывожу Вас Свет учения Христова Поражение Вы терпите От Бога Которого И не знаете 1 Корнефянам Или конечно Для нас Говорится Так для нас Это и написано Так Для нас Это и написано Ибо кто пашет Должен пахать С надеждой И кто молотит Должен молотить С надеждой Получить ожидаемое Почему у тебя Выражения нет Тут только одно Что не понимаешь О чем считаешь Или как Или конечно Для нас Говорится Так Для нас Это написано А то разговор ведет А ты под одну Линейку тянешь И интонации Ничего нет Почему Дальше Тата был орлов Он выводил Новые лучшие Породы лошадей Другой человек Трудился Над свиньем Ми И все Улучшается А у нас По теряевке Все только ухудшается Звелибока Яркширской породы Огромный бык От него такие же Телята пошли Его коровы С трудом выдерживали И что же Кольцом в нос Не вложили И он Чуть не забодал Игоря Чудом божьим Вылечился от этих ран Быка забили У Павла Была Большая кобыла Зира Он думал Сводить ее В другую деревню Породистому Породистому Желебцу Тяжеловесу Успел ли Ничуть Николай Келевчков Совершенно Безответный Человек Безответственный Сотни раз У него Желебец Бегает по полям По деревне И на этот раз У него Оторвался И покрыл Кобылу Сексуальный Маньяк А сам Ростом С коровку Недомерок Теперь Желебята Все мелкие И коров Покрывает Бычок Двугодовалый Это все равно Как если бы Стали жениться Восемь лет От роду Здесь Выводится Мышиная порода Скота Вот такую Надпись надо И учинить При въезде В деревню Чудники Сибирские А то я им советую Потеряльские Бычки эти С подставок Только под Коровьей двери Достают Понятно Что Это все От души человека И от его Фантазии Это все Жертва Неведомым Причинам Богу От дурости Безалаберности Разгильдяйству Это все Туда Жертвоприношение Воробьев Выращивайте Это только в Японии Так делают Выращивают Лошади По 70 сантиметров Ростом Нам то не рекорды Ставить А нужно Мясо Молоко А тут бы Можно такие Селекционные Огороды Свинарники Коровники Построить Что люди бы Вас искали А вы без фантазии Живете здесь Без живинки Даже Макар Нагульнов Что то выдумал Выдумывал А выдумывал А здесь Каждый В своем Закутке Трудится Недавно я читал Про одного Капитана Разведки Войну Он где то нашел Худого жеребца Но определил Что он Очень породистый Заплатил все Что у него было И добыл его И доставил его От цыган В свое Староверческое село Откормил его И из всех Колхозов Приводили Кобыленок туда И он им Кровя подновлял Об этом И читать интересно Я специально сказал Кровя Как они говорят Эти казаки А ваш Мизерный Воронок Насилует Кобыл А если бы Николая Взгрели За каждую Такую Случку Он бы Губы подобрал Не буйствовал Но доказывал Что его Злодейство Свято Не доказывал Что его Злодейство Свято Махонький Горбунок Из сказки Ершова И хозяин Малахольный Иванушка На коня Сядет хозяин И ноги Борозит По земле Порода Такой Выросли Однако Тому Не радуйтесь Что духи Вам Поминуются Но радуйтесь Потому что Имена ваши Написаны На небесах Евреям Торжествующему Собору И церкви Первенцев Написанных На небесах И к суде И всех Богу И к духам Праведников Достигших Совершенства Тема Надписи Надписи И на небе Везде Когда идешь По кладбищу То читаешь Надписи Есть очень Интересные Я читал Вот такие Надписи Эпитафии И Священное Писание Откровение И услышал я Голос неба Говорящий мне Напиши Отныне Блаженны Мертвые Умирающие В Господе Ей Говорит Дух Они успокоятся От трудов Своих И дела Их идут Вслед за ними На могиле Гоголя Николая Так и Изобразили Ее Он еще наполнит Смехом Устав твои И губы твои Радостным Восклицанием Мне пришлось По многим Кладбищам Походить И мало Нашел Хороших Надписей Все Стандартные Мы Скорбим о тебе Наш Дорогой Земля Добудет тебя По ухам Мы тебя Никогда Не забудем Бог Обещает Написать Наверность Своих Новое Имя Какое-то Книга Откровения Имеющий Ухо Слышит Да слышит Что дух Говорит Камень И на камне Написанное Новое имя Которого Никто не знает Кроме того Кто получает Побеждающего Сделаю столпом В храме Бога моего И он уже Не выйдет вон И напишу на нем Имя Бога моего Имя Града моего Моего Нового Иерусалима Нисходящего С неба От Бога моего И имя Мое Новое Какое Видимо по делам И особенным Качествам Победитель Воздержанный Смелый Самоотверженный Как имена В книге Путешествия Пилигрима Джона Буньяна Сейчас делают Надписи И на балатах Желтуха Тоберкулез И от святых Есть надписи Священномученик Столпник Исповедник Праведный Видимо будут И противоположные Трус Открывающий Тайны ближнего Презренный Потому что На убийцу Бориса и Глеба Пришло прозвище Окаянный Святополк Юлиан Отступник Уже сегодня Есть особые надписи Которые Всюду кричат О дважды Героях О смелости Борцов Сейчас делают Надписи Обереги Как у язычников На поясах Поясах Молитвы себе На шею повесят Даже преступники Только бы не Попасться в милиции При воровстве В магазине У них У многих Живые в помощи Спрашивают Помогает ли Конечно А в этот раз Я не нашел Эту молитву После ванны И вот Загребли менты Проклятые Теперь Новую написал Теперь не попадусь Буду всегда ее носить Даже ванны не сниму Так И ее обиходил Целлофаном У Господа же Его достоинства И звания Написаны так Откровение На одежде На бедре Его Написано имя Царь Царей Господь Господствующих Теперь ищут Не буквами Теперь пишут Не буквами Но количеством Звездочек Генерал Маршал Иногда Господь Сам делает Записи И надписи Своей рукой Так Бог дал Моисею Скрижали Исход И когда Бог Перестал Говорить с Моисеем Многоисиная Дал ему Две Скрижали Откровения Скрижали Камены На которых Написано Было Перстом Божиим При смене Политического Остроя Когда Правители Должны умирать Бог делает Надпись Подводящую Черту их жизни Даниилу За это И послана От него Кисть руки И начертано Это писание И вот что Начертано Мине 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 Техелу Парсин Вот и значение Слов Мине Исчислил Бог Царство Твое И положил Конец Тему Текел Ты взвешен На весах И найден Очень легким Перес Разделено Царство Твое И дано Медянам И персам Этой надписью Масоны украсили Ипатийский Подвал Когда там Был расстрелян Помазанник Божий Царь Николай Второй Вместе Со своим Царственным Семейством Под многими Жизнями Особенно Под жизни Безбожников И под безумной Идеей Коммунизма Подведена Эта черта Взвешена На весах История И найдена Очень легким И безумным Писая И на челею Написано Имя тайна Вавилон Великий Мать Блудницам И мерзостям Земным Каждый Человек Индивидуален По подходке По виду Лица И по запаху Собака Нюх Который В 12 Половина Тысяч Раз Сильнее Развит Чем у человека Может Среди Тысяч Запахов Найти Свою Хозяина Или Кого Ищет Ушная Раковина Отпечаток Пальцев Дактилоскопия Все Разное Преступник Уничтожает Свое Специфическое Я То табаком Слады Посыпает То в перчатках Работает То маску Напяли Чтобы его Лица Никто не узнал Хорошо Что есть Еще надежда На правосудие Божие Когда снова Будет проиграно Все без маски Перед всем миром Когда увидим И киллеров И как Кто траву Сыпал И как И где были Первые таинственные Заговоры Против верных Его служителей Святые же Открытым лицом Взирая на мир И на славу Божию Еремия Я не спешил Быть пастырем И у тебя И не желал Бедственного дня Ты это знаешь Что вышло Из уст моих Открыто Прид лицом Твоим Твоим Коринфянам Мы же С открытым лицом Как в зеркале Взирая на славу Господню Преображаемся В тот же образ От славы В славу Как от Господня Духа Честному человеку Не нужно Скрывать Свои отпечатки Надевать перчатки При посещении Чужих домов Подписи свои Не нужно Изменять Или почерк Свой искажать Голос Делать гнусавым В прошлый раз Нас сильно Вдопрекали пастухи Своими ругательствами Приехала милиция Все уже оформлено Нужно Подписаться Жителям деревни И как начали Некоторые Попятиться Да я ни при чем Гнусно смотреть На эти ужимки А его дети И слышат Эту похабщину Чего же Ты такой Для тебя же Это все делается Чтобы жить В незараженной Атмосфере От руганий пастухов И Митя кое-как Подписался тогда Его красивые девчушки Теперь не слышат Этой грязи От удаленных За 4 километра Пастухов Корченских А сколько мне приходится Подписывать бумаг Разных И быть ответственным За каждую подпись Да что же вы Как пескари Премудрые Все боитесь То рыло То хвост Видны из норки И как бы Щука не схватила Теперь убрали Пастухов отсюда Их скотина Уже по деревне Не бродит Но вашей-то Заслуги В этом никакой нет Мне одному Пришлось воевать С ними До краевых организаций Добираться И оттуда было Только из краевой Администрации И краевой прокуратуры Или побольше Десятка комиссий Что же вы Такие трусливые Нас давила комиссия За комиссии От самой эпидемистанции И даже понудили нас Разделочные доски Подписать Хлеб Овощи Мясо Рыба Конечно же это нужно Без надписи Можно и сразу Подхватить Ножи так же Подписали Это для хлеба Это для мяса Где это Что для хлеба Что А что для хлеба Что для мяса Что так считаешь Нужно надписью отделить Одни тазы Для бани Другие для дома И с ведрами так же А у вас Чукчи немытые Ничего этого нет Потому захожу Она винегрет делает В тазу Какого-то трусишки Свои стирала Так я же его С водой помыла С содой А с содой помыла Что с тобой Вот убедила меня Что она права Левита Чтобы не могли Отличать Чтобы вы могли Понятно Наоборот Считаешь Ты просто В такой дурью Маешься Чтобы вы могли Напрягись маленько Сотвори молитву Чтобы вы могли Отличать Священное От несвященного Нечистое От чистого Сосана тебя Именно на этом путает Ты с Украины У нас отец говорил Хохол немытый Ничего не соблюдает Этого Чистое Нечистое Кому везде Поэтому она там Тебя дьявол избивает Да ладно Я не только здесь Не оставляю За то что оговорился Так и останется у тебя Тебе это надо принять Я не оговорился Вы это не знаете За столом И везде Ты помни Какими грязными рукавицами Брал и хлеб нес Работают на улице Спасались за хлебом И хлеб берешь И тащишь Грязными рабочими рукавицами У меня есть правила Которые не нужны Многим Но когда бы хотели Понять Что есть чистое Нечистое То приняли бы с радостью В баню полотенца Не брать Запомни В баню Никогда полотенца Не брать Догадайся почему Так же и в ванную Дома А если уж берешь То не брать Его там в руки Пока нижнюю часть Тела не оденешь Совершенно Не достигнешься На все пуговики Окончательные Говорят что у них Подписаны полотенца А то вы говорите Сколько раз видел Что на одном гвозде Висят и не подписанные Пришел другой человек И твоим полотенцем Которым ты вытираешь Скрытые части тела Он уже вытирает лицо Это одно и то же Что ты тем местом Ему по лицу водишь Даже вот я говорю И вот Ведь все равно Не сделайте так И полезно После бани Не вытираться При описании Воспитания Матери Ульянова Про бланка Говорится Что отец их Заворачивал На ночь С их дочерей Всегда в мокрые простыни Так учат римляне Скажете Да что же Разве это имеет Такое-то значение Имеет И тебе это Святую честь Бог заботится О нас Чтобы одним концом Одеяло было Повернуто к лицу Второзаконие Сделай себе Кисточки на четырех углах Покрывало Твоего Которым И ты покрываешься Вот Одним Вот ты прочитал Одним И ничего не понятно Бог заботится О нас Чтобы одним концом Одним Не другим А ты считаешь Монотонно И непонятно Но ясно Что над двумя концами Не может быть А именно Определенным концом И в армию Это подписывается Да В армию Всех одеял Пришита с надписью Калинкоровая тряпочка На ней твоя фамилия И чтобы этим концом К лицу поворачивал И заправлял так кровать Чего так воззрелись Не знаете даже этого А еще и верующий Называйтесь У меня много Кителей Шинелей Фуражек Из авиационного училища И все они подписаны Несмываемой Хлорочной кистью Когда же идут на войну То у каждого Маленький патрончик Где написано в капсуле Этой Кто ты и откуда По этим надписям Мне потом смогут определить Кто же ты такой Мне приходилось Работать в международном Порту Клайпеда И видел Что каждая доска Какую отправляют отсюда Не должна иметь Больше двух сучков И какого диаметра И везде стоит клеймо Как на каждом Мандаринщике Значит проверено Качество гарантируется Сертифицировано Вот такое клеймо Стоит на каждой Букве Библии Псалом 11 Слова Господни Слова чистые Серебро очищено От земли В горниле Семь раз Переплавлено Семь раз И поставлено Пищать семь Ев И будет содержитель Твоим золотом И блестящим серебром У тебя Пищем Отборное серебро Язык праведного Сердце же Нечестивых Ничтожества Слово серебро Встречается В Библии 458 раз Вот как нужно К нему относиться В материальном мире Что оно Представляет из себя И поможет ли оно После смерти людям Такую надпись На этом металле Сделала Библия Яков Золото ваше Серебро Из ржавела И ржавчина Их будет Свидетельством И против вас Съезд плоть вашу Как огонь Вы собрали себе Сокровища На последние дни Вот так было в революцию За все пришлось отвечать И Зики Серебро в свои Они выбросят На улице И золото у них Будет в пренебрежении Серебро их И золото их Не сильно будет Не сильно будет Спасти В день ярости Господа Они не насытят Ими душ Своих И не наполняют Тутороп своих Ибо оно было Поводом к беззаконию Неоднократно считаешь Возвращаешься Тебя диктора Нельзя ставить Ты проштрафишься И тебе Там за каждую ошибку Приходится платить Ты ухватывай дальше Читай Не возвращайся назад На всем Надпись Божия Что и почем Так и мы должны Выслить этими Именно категориями А не предавать всему свое значение Первая Петра Зная что нетленным серебром Или золотом Искуплены вы от Суетной жизни Преданы вам от отцов Для нас Дано право И обязанность Даже ставить свой знак Качество на всем Что делаем О чем говорим О чем мыслим Вот по нему И нужно поступать Вот так Плохо считал Значит ты школьник Какой ты двоечник Колоссянам И все что делаете Делайте от души Как для Господа А не для человеков Не с видимой Только услужливостью Как человекоугодники Но как рабы Христовые Исполняя волю Божию От души Слышали как один священник Там распинается Облазыщень Когда приехал Минуты ваши Секунды на нас потратили Пришел он Пешком Колоссянам Рабы во всем Повинуйтесь Господам вашим По плоти Не в глазах Только услужаем Как человекоугодники Но в простоте сердца Боясь Бога Не делают надписи На лекарствах Дома И на разных эссенциях На кислоте Который хотел что-то паять Но вот в горящах Или в потемках Пьянки Хватанул И поперхнулся До будущего века У меня есть знакомый Богатыр русский Миша Гордеев Любитель русских пельменей Хватил полстакана Уксусной кислоты Которую хозяйка Полоротая не убрала Глаза на лоб Дыхание В закрома Он мигом в стене Бидон холодного молока Спроводил себя Чуточку переждал И обратно его выбрал И опять Сил Есть пельмени Что значит Ты понимаешь Что выбрал То есть он Глотанул его туда Холодно А потом вышел Опять Сболевал И потом опять А то он сам Рассказывает Кто это сотворил И сделал надпись Он не понесет ли Ответственность Как убийца Не закрывший яму Не сделавший Перил на крыше В второзаконии Если будешь Строить новый дом То сделай Перила около Кровли твоей Чтобы не навести Тебе крови На дом твой Когда кто-нибудь Падет с него Исход Если кто Раскроет яму Или если выкопает яму И не покроет ее И упадет в нее Вол или осел То хозяин ямы Должен заплатить Отдать серебро Хозяину А труп будет его Вот и все Тащи быка дохлого Если чей-нибудь Вол Забодает до смерти Вола И у соседа его Пусть продадут Живого Вола И разделят пополам Цену его Так же и убитого Пусть разделят пополам А если известно было Что вол бодлив был И вчера И третьего дня Но хозяин его был Извещен И не остерег его То должен он Заплатить вола за вола А убитый будет его Вот так Все на язык пробуют И глаза под потолок Таинственно закатывает хозяйка Что за варенье В каком году Каким рецептом пользовалась Тайна плесневелая Все Ну трудно было написать Что-то Черемуха какое-то Или что-то У меня сосед был такой Мы жили-то Она поставила А он голубя от них был Ну выпивал Он глотанул И все К обеду похоронили Ну трудно ли надпись Приклеить к банке Трехлитровой Нужно ценить Свою марку Делать надпись Сделано по Теряевке Как высококачественные Староста Весь день Незагнутые гвозди Все на них Драное Грязное Кто самый аккуратный В деревне Надо еще узнать Повеси табличку От домкома Образцовый дом Андрею Можно дать это авансом Поощрить На зависть матушки Надписи ставят Как тавро Выжигают на скотине Режут На ушах Свой знак Помню когда Мне было лет пять Отец наш Инвалид войны С одной рукой И так трудно строился Но все же Выпить у него Всегда было Из медовых Отстоймы матери Приехал объездщик Скадникова Охота ему прохладиться И он что-то к отцу Стал претензии предъявлять На этот выписанный Им желез Осинки Осинки Выписали Отец привез Кое-как Когда выпил То молотком С размаху Стал клемить Торчащие балки И как домик Вырисовывался Красиво Видно сразу Что лесник здесь был И хозяин дома Умело его угостил Надпись до пожара Прикрепил герой войны Вот так Ударит молотком И домик там есть А там еще был И лесник Разрешенно Неворованный вес С прозвищем С надписью Великий В житиях святых Не больше Двенадцати всего За двадцать столетий Но с этим прозвищем И Ирод И Петр Первый Великие преступники И затворники Молчальники Это уже не просто Не евангельское звание А прямо противоевангельское Пишут о таких святых Что ни одного слова Евангельского Не принесли людям А только гнили Хлеб изо рта Выпадал У трехины Святой Это ему прозвище Дали Трехина Почему Надписи Даже на небе Бывали Сим победишь Речь идет не о кресте На знаменах А о вере В распятого И воскресшего Искупителя В Израиле был закон Тому Кто боится Идти на войну Можно было встать И уйти Но тогда до него В доме будет надпись Дом трусливого Второзакония И еще объявят Надзиратели народу И скажут Кто боязлив И малодушен Тот пусть идет И возвратится в дом Свой Дабы он не сделал Робкими сердца Братьев его Как его сердце Еще объявят Ну как объявят Когда объявят Это уже это слово Ты знаешь Объявят Можно и изменить было Но только Очевидно Загерический поступок Кто не хотел И взять жену Умершего брата Того дом Назывался Домом Разутова Так как Непривеченная Жена вдова Снималась Деверя Сапог Деверя Ну какого Деверя Деверя это Брат родной Деверя Я там знаю Ну может быть Она сняла дверь И до двери ударила И бросала его в сторону Это разоконие Если же он Не захочет Взять невестку свою То невестка его Пойдет к воротам К старейшинам И скажет Я забыл как Деверь 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 мой Отказывается Восставить имя Брата своего Израиля Не хочет Жениться на мне Тогда Старейшину города Его должны призывать Его И уговорить его Уговаривать Уговаривать его Если он встанет И скажет Не хочу взять ее Тогда невестка его Пусть подойдет К нему в глазах Старейшин И снимет сапог его С ноги его И плюнет в лицо Его и скажет Так поступает Человеком Который не созидает Дома брата своему У Израиля И нарекут ему Имя в Израиле Дом Разутова Итак На мешках Сделать надписи Вот то Чтобы сделать надписи На мешках Представь Сколько мне пришлось Перелопатить литературы И тебя еще тут трепать Ищи читать правильно И будь такой небрежен А вот это Ну напишем Считал Никита Андреевич Колесников Давайте Прям раз А теперь реклама Счастливый